Популярность военно-прикладных видов спорта среди кубанских девушек никого не удивляет. Представительницы прекрасного пола уже не раз доказывали, что они умело владеют оружием и обладают отличной физической формой. В этом мы смогли убедиться, побывав на соревнованиях защитницы Отечества. На базе Славянского электротехнологического техникума в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации национального проекта образования» прошли военно-спортивные соревнования «Защитницы Отечества». Они были приурочены к Международному женскому дню. 28 команд из 12 муниципалитетов Кубани встретились в спортивном зале. Почетные гости представителей администрации Славянского района, ветеранских и патриотических организаций приняли участие в торжественном открытии состязаний. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко поздравил участниц соревнований с предстоящим праздником 8 марта и пожелал им успехов. Хочу, девочки, выразить вам слова благодарности и восхищения, что вы занимаетесь военно-прикладными видами спорта. Это сегодня очень важно. У нас героическое прошлое. Чего только стоит подвигу нашей Ютагии Биржанской, вы все знаете, Которая руководилась в религии ночных веков, которая приводила ужас фашистов, вы знаете, на сутки героев. Большая история в ней есть. Я хотел бы пожелать вам прежде всего стойкости к другу. Хорошего чувства. Девушки не хуже своих одноклубников ребят выполняли нормативы по военно-прикладным видам спорта, разборки-сборки автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрельбе, прыжках в длину с места, поднимании туловища и других. Соревнования завершились большой комплексной военизированной эстафетой, в которой участницы продемонстрировали хорошую командную работу. По итогам соревнований победила команда «Сокол» из 48-й школы Станицы Черноярковской. Второе место взяли девушки из военно-патриотического клуба «Будущий воин» 29-й Петровской школы. На третьем участницы из города-курорта Анапа. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».